Я не могу сказать про выклики, стоясь перед сучасной белорусской эмиграцией, но мой погляд, это национальная самая идентификация белоруса. Нажальство становища неверия позитивная. Шмак, кто бачит себе часткой Болова Советского Союза, часом навод в Торонто, мол, и тропляет под российскую пропаганду и лечит себе русскими. А лишь мне здаётся, что только национальная культура может и помочь и вырешить эту проблему. И я попробую показать это на прикладе такой культурно-браматской зъявы, как фольклорный гурт яваровой люди. Я не помылилась, а не на вид изъявы, бо яваровы люди уже давно перетворились из мостовского гурта у центра протягнения людей шмакликих национальностей. Наверное, ты, кто не походит с Белоруссией, а лишь в тягом часу починает отживаться в белоруссии. Усё почалося весну 2001 года, когда у Канады эмигровалась игра Ковалёва. Галета Ковалёва сразу почала колдовать вокруг себя людей, и когда любила спевать белорусские народные песни. И снова хочу подкресить, любили спевать, не обовязково могли спевать. А лишь в гурт прорывались у себя матерой белорусской песни, и про некоторый час спевали у сих, кто горш, кто лепш, а лишь за довольнение от этого отрынули в иноканалцы и слухачи. А мальчика сразу створила себе трогалектыру, якию сновей до этого часу, и такого долучаются разные люди. Нельзя сказать, что все застаются, у лезей сменяются житёвого мука, не завсёдокопая часу, да и что казать, не всевкопая терпливости, кожу и сироту приходите в белорусский центр на репетиции. А лишь в гурт прошло больше за 100 человек, и кожа из них лично себе сябра гурта. Есть люди, которые и наоборот не спевают, а лишь допомогают, раби декорации, и вставят в своей группе под рынки, какая просует пича о мальчиках на кожном концерте. Однако, в иворовые люди, это не только песни. На базе этого гурта вели все спектакли «Вод белоруса», «То-то», «Дружная капа нынче», «Новогодние вечеры», «Искуре танцевальная группа» и неводная импреза в белорусском культурном центре не обвыходится без них. Яворовые люди каждый год организуют свято купальню в белорусском центре от машинку Суца за 250 км в Торонто. И это купальня теперь перетворилось в двухдзённый фестиваль белорусской культуры, на який сбираются полторы сотни белорусов. Треба бачить эту магию стражительного обрада. Сдаётся, что отбывается не в помощной шастан-тарме, а не в белорусской вёсце. И это притягивает людей больше, чем все политичные импрезы. А вот и... Вернее часто люди начинают улучшаться до громадских житиям, начинают удельничать у политических мероприездов, разморять на белорусской молнии. Я уже сказала про мову, это особая говорка. Не сокрыть, что мало кто за мигрантом разморяет народные войны. А лишь раз песни, мова приходит до людей так органично, что начинает литься, как песня, начинает жить и улучшаться. Полгода, полгода. В Зеворовых людей начался канадийский проект «Мова на мова», який притягивает шмак молодей. И что самое главное, если есть белорусская детячая группа, куда выходят дети не только белорусы, а и у всех ж тых, кого привабливает наша культура, наша мова. Вот уже на протягу шести годов я воровые люди записываются и снимают свободные видеопаштовки. У всех этих привабливых людей поширается около тех, кто идентификуются в белорусах. Люди начинают рассказывать про годы, начинают приходить и приводить сябров их детей. И уже никакая ворожая пропаганда не может повплывать на тех, до кого докранулись родные песни, кто тачил подродную музыку. Кажется, что просто требует робить свою працу, свою справку. И тогда все отрывается. И это правда. Видовочно, что самоданная праца Виолетты Ковалевой, якая смогла объеднать в окол Совет самых розных людей и шестнадцать годов керовать в рту, сейчас энергия тех, кто на протягу всех этих долгих годов уделяющих в гурте вздорили народить такую зябу, как и воровые люди. И есть надея, что белорус будет жить в Канаде еще долгие годы, не глядя на все выгонки сучастности, и что белорусская мова будет вручать по всем, где живут с белорусом. И первый шагов у белоруссии. Дякую. 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 Дякую.